Создание коалиции против террора, о которой так настойчиво говорили еще на прошлой неделе, после невероятной волны терактов, происходило в невероятно напряженной обстановке. Ведь президент Алан, летавший всю неделю по миру в поисках союзников в борьбе с ИГИЛ, в момент атаки на российский самолет, как раз был в Вашингтоне и встречался с Обамой. Белый дом свою позицию выскал еще до конца переговоров. Анкара защищала свое воздушное пространство, мы ее поддерживаем. Аланду оставалось молчать, ведь именно Москва была финальной точкой его антитеррористического турне, результат которого Турция поставила под удар. И журналисты во время встречи Путина и Аланда в Кремле отмечали, к русским французский президент приехал несколько смущенным. Принимали в Екатеринском зале имени той самой императрицы, что с турками воевала и союзниками считать отказывалась. Это было совпадением. Мой коллега Павел Пчелкин следил за переговорами и выяснял, а что совпадением не было. Ведь на этой неделе те, кто очень четко осознал терроризм, можно победить лишь сообща, должны были решить как. Продолжение Москвы действовать вместе Вашингтон недвусмысленно отверг давно. Просто после теракта в Париже президент Франсу Аланд демонстрировал такую решимость переубедить Барака Обаму, что даже многие скептики лелеяли надежды. Оказалось, зря. Стоило Аланду ступить на американскую землю, от его решимости не осталось и следа. На совместной пресс-конференции доминировал, естественно, Обама. Он снова занимался словесной пилибристикой на тему некой умеренной оппозиции в Сирии. Мы с президентом Аландом согласились, что российские удары по умеренной оппозиции лишь укрепляют режим Асада, чья жестокость способствовала подъему ИГИЛ. Мы согласны, что Россия могла бы сыграть более конструктивную роль, если бы сменила нацеленность своих ударов на разгром ИГИЛ. Кроме того, Обама четко дал понять коллеге, что более активного участия США в борьбе с ИГИЛ ожидать не стоит. И это во многом определило итоги всей поездки. Следившие за активностью президента Франции эксперты в оценках, мягко говоря, сдержаны. Многие по обе стороны океана вообще назвали поездку Аланда проваль. Отмечая, что немалую роль в этом провале сыграла Турция, сбившая российский самолет. Важно, что организаторы хотели помешать созданию крупной коалиции с участием России, Франции, США и Англии против ИГИЛ. Таким образом, очевидно, что Турция сбила российский самолет и, возможно, сделала это, чтобы помешать, в частности, созданию альянса России и Франции. Отметила пресса и то, что инцидент странным образом совпал с поездкой Аланда по времени. И что как раз те, кого Турция, союзник США, считает умеренной оппозицией, устроили охоту на наших катапультировавшихся летчиков и спасателей. Например, французская Фигаро прямо обвиняет Анкару в саботаже и попытке столкнуть лбами Россию и НАТО. Красноречивый заголовок статьи «Турция перестала быть нашим союзником». За последними событиями на сирийско-турецкой границе кроется желание турецкого президента убить в зародыше международную коалицию, которую Франсуа Аланд хочет собрать для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство». Когда-то замечательная страна Турция была союзником Запада. К сожалению, теперь таково ее считать нельзя. Аргументы об умеренности группировок головорезов подобные этим выглядят детским лепикам. Приходит понимание, что их защищают только потому, что они против неугодного Вашингтона Башара Асад. Об этом в четверг говорил президент Путин после встречи с Франсуа Аландом в Москве. Возникает вопрос, что на этой территории делают представители террористических турецких организаций, которые сами попадают в объектив фотокамер, а потом выкладывают сами себя в сеть. Второе, что на этой территории делают выходцы из Российской Федерации, которые находятся у нас в розыске, засвешенные преступления, которые точно относятся к категории международных террористов. И в этом контексте кое-какие успехи в турне Аланда все же есть. Похоже, совместными усилиями, по крайней мере, одну проблему сдвинуть с места удалось. Вот что французский президент говорил в Вашингтоне. Приоритет – восстановление контроля над ключевыми пунктами, занятыми ИГИЛ в Сирии. Кроме того, нужно срочно закрыть границу между Сирией и Турцией, чтобы больше ни один террорист не пробрался, в частности в Европу, чтобы совершать такие варварские акты. Слова французского президента по понятным причинам максимально корректны. Все-таки Турция – союзник по НАТО. Но Франция требует от своего президента бить ИГИЛ по-настоящему. А как одержать победу, если не перекрыть границу, через которую в обе стороны свободно гуляют боевики? Идет торговля и снабжение террористов. Да как оказалось, под фактическим прикрытием турецких ВВС. Похоже, в Вашингтоне к доводам союзника прислушались. США требуют от Турции запечатать границу. Это заголовок в американской Уолл-Стрит-Джорнел. Как считают американские чиновники, размещение на турецко-сирийской границе большего числа войск, включающих в себя пехоту и артиллерию, может стать самым реалистичным способом перекрыть ключевые транзитные маршруты, на которые полагается ИГИЛ, и сдержать тем самым поток боевиков в Европу. Вряд ли и от визита Оланда в Москву стоило ждать прорывов и громких заявлений. Лидеры были сдержаны, говоря об итогах переговоров. Мы будем обмениваться информацией о том, какие территории заняты здоровой частью оппозиции, а не террористами. И будем воздерживаться от того, чтобы наносить туда наши лица, а также обмениваться информацией, где мы точно уверены, и Франции, и Россия в том, что те или иные территории заняты террористическими организациями. И будем координировать на этих направлениях наши усилия. Я сказал господину Путину, что Франция готова и желает работать рука об руку с Россией для достижения общей цели – борьбы с террористическими группировками, с исламским государством в первую очередь. Вот почему, я думаю, наша сегодняшняя встреча была очень важной. Франсуал Ланд связан по рукам и ногам, обязательствами перед Вашингтоном. Лоран Фабиус, министр иностранных дел Франции, взял на себя смелость сказать то, что его президент, кажется, имел в виду. Необходимы наземные войска, но это не могут быть наши, это контрпродуктивно. Наземные войска могут быть свободной сирийской армией, арабов-суннитов и, почему бы и нет, войска сирийского правительства. Такое решение единственное верное, считает итальянский эксперт Дарио Читати. По его словам, несмотря на давление Вашингтона, судьбу Асада нужно решать лишь после победы над ИГИЛ. Европа часто противоречит сама себе. Заявляла, что намерена разгромить ИГИЛ, но долго противилась действиям России из-за страха, что войска Асада займут освобожденные территории. При этом ни одно государство не хочет взвалить на себя бремя военных и людских затрат в ходе наземной операции, а без нее не достичь победы. Обнадеживающее заявление на этой неделе после встречи с французским президентом сделал и премьер Великобритании. Необходимо, чтобы в процесс были вовлечены все основные игроки в регионе, включая Россию и Иран. Меморандум о взаимопонимании с Россией позволит контактировать на ежедневной основе, обеспечивая прагматичное военное планирование и безопасность международной коалиции. Европейские союзники, правда, не сильно торопятся воевать с ИГИЛ в Сирии. Кеверон пообещал спросить парламент. Британские ОВС уже периодически бомбят целью в Ираке. На Сирию нужно отдельное разрешение. Ангела Меркель во время встречи с Саландом в Париже тоже была в само сочувствие и готовность помочь. Терроризм – это наш общий враг. И, соответственно, наша общая задача – воевать с ним. Мы не сможем победить ИГИЛ словами. Значит, мы должны бороться военными средствами. Она, правда, также напомнила. Когда речь идет о военных действиях за рубежом, у нее все решает Бундестаг. Обещала парламент поторопить. Словом, какие союзники, такие результаты. Аланд, конечно, во время своих визитов в нескольких странах собрал политическую поддержку. Но на деле получается, что практических военных результатов эта компания фактически не дала. Кто уже был вовлечен в решение кризиса, тот и продолжает им заниматься. Президент Франции сегодня оказался в непростом положении. Похоже, принимать решение ему придется, несмотря на свои особые отношения с Вашингтоном. Американцы в свое время посодействовали очень серьезно тому, чтобы он занял пост президента Франции. А с другой стороны, общественные мнения Франции требуют активизации, борьбы с терроризмом. А в качестве реальной силы, которая борется с терроризмом, борется с ИГИЛ, там воспринимается все больше и больше России. Словом, вопрос о единой коалиции против ИГИЛ постепенно отходит на второй план. И это ни для кого не сюрприз, в то время как Россия нарастила свою военную группировку в Сирии. Продолжает уничтожать террористов с воздуха, взаимодействие с правительственными войсками. Попутно устанавливаются контакты с оппозиционными Дамаску группировками, готовыми бороться с ИГИЛ на земле. Присоединившаяся к воздушным атакам Франция готова координировать свои действия с российскими военными. И в конце концов, не важно, как это сотрудничество будет называться. Павел Пчелкин, Надежда Каширская, Дмитрий Сошин, Яна Поджубан, Виталий Зайцев. Воскресное время. Первый канал.